Мир вам, дорогое собрание! Меня зовут брат Виктор. Я приехал с города Портланда посетить семью свою. Здесь моя дочь проживает, Наталья. Может быть, вы знаете, она содержит магазины здесь, которые вы пользуетесь. И у нас уже в нашей семье 46 внуков. Слава Господу! Так Господь нас благословил. Был праздник у нас, 46 лет живем вместе и 46 внуков имеем. Это чудо! Один служитель говорит, ну как же так получилось? Я говорю, ну, наверное, молились, каждый год молились. И по одному внуку Господь дал. Слава Иисусу Христу! Великий наш Господь, братья и сестры, сегодня первый брат нам говорил о том, что мы должны искать Господа. Ищите Господа, пока можно Его найти. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и обратиться к Господу, ибо Он много милостив. Я помню свои молодые годы, я жил на Кубани, это Краснодарский край. И когда мне было 13 лет, я помогал родителям, у нас было хозяйство, вот мы выращивали помидоры, и разные там продукты нужно было с чего-то иметь средства. Вы знаете, как трудно было в то время, что на одну зарплату трудно прожить было. И вот мать говорит, сынок, Витя, ты давай вот посопай огород, вот и сделай все. А я говорю, мама, хлопцы идут на Кубань купаться, а я буду вот это сопать огород. Ну ты ж посмотри, они меня зовут. Я хочу так сильно идти на Кубань купаться с хлопцами. И вы знаете, Дух Святой во мне проговорил, послушайся маму. И я послушался ее. И когда я ее послушался, я почувствовал присутствие Духа Святого на себе. Дух Святой начал касаться меня. С того времени начал вразумлять меня, наставлять. И так потихоньку, потихоньку начал Господь действовать в жизни моей. Однажды, когда я был на огороде, мама там ходила, что-то делала. И вот она шла назад и наступила на грабли. А грабли были специально сделаны, и отец сделал их, наточил их хорошо, чтобы огород спахивать. И вот она пятой наступила на грабли. И когда она наступила на грабли, это сильная боль. Прямо до кости. Это ужасная боль. И вот она пошла в кухню. Идет и еле-еле идет. Зашла в кухню. И через 10 минут она оттуда выходит. Я говорю, мама, что такое? Я, говорит, вошла в кухню, начала молиться. И Господь проговорил и сказал такие слова. Дочь моя, что вопиешь? Вставай и иди. И я, говорит, встала и пошла. И у нас стало легче, легче. И вся эта боль ушла. Братья и сестры, какое благословение иметь Дух Святой. Какое благословение, когда мы живем так, чтобы Дух Святой работал в жизни нашей. Один наш служитель рассказывал, что он ехал на Аляску. Она на Аляску, там очень далекий путь был. И уже снег шел. У них была хорошая машина, говорит. И мы ехали. Такая большая машина у них была. Вот. Фор бай фор. Вот. И вот они едут на Аляску. И здесь получилось так, что на средине пути усилился этот снег. И такой снег шел, что невозможно было стеклоочистителями очищать. Вот. И останавливаться нельзя. Если остановишься, другие могут ехать, не увидеть, ударить тебя, потому что сильно идет снег. И вот так. Все. И в то же время и так просто где-то съехать, чтобы переждать это время. Не хватит бензина, потому что холодно. И что делать? Что делать? Он говорит сыну своему, сынок. Опусти стекло. Он опустил. Он простил руку и сказал, во имя Иисуса Христа, снег, прекрати свое действие и движение. И все прекратилось. Снег перестал. И мы, говорит, поехали сперва как по коридору, вот оно зависло над нами. А потом поехали нормально. Какой великий Господь, братья и сестры. Когда такие свидетельства слышишь, то вдохновение приходит в том, что Господь есть живой. У нас, там, где я живу, я сделал такую пристройку, вот, и положил большие щиты железные. Вот. И поднялась великая буря. Прямо сильная буря поднялась. Я думал, что ничего не будет срывать, но все-таки вышел. Когда я вышел во двор, смотрю, уже моего среднего щита нету, поднялось и улетело. А тут и машина стоит, я быстро машину отогнал, захожу в дом, вот, а жена говорит, а ты чего так в это самое беспокоишься? Ты одно проповедуешь в церкви, а дома совершенно другой. Я сразу понял это дело. Во имя Иисуса Христа буря повелеваю тебе остановиться и прекратить свое движение. И вы знаете, что произошло? Все прекратилось, и пошел дождь. Слава Иисусу Христу! Мы имеем великие драгоценные обетования, братья и сестры. О, если бы мы знали, что Дух Святой, Он может совершать великие дела в жизни нашей, мы бы бодрее по жизненному пути шли. Есть такой псалом, мы бодрее на жизненном пути пойдем. Если будем доверять Иисусу. Доверие Иисусу – это очень важно, братья и сестры. Вот я сегодня сидел в собрании и говорю, Господи, о чем я должен проповедовать? Дух Святой мне говорит, что я должен проповедовать на 10 главу Деяния апостола. Я прочитаю это место. 10 глава Деяния апостола. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим творящий много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, он же взглянув на него и испугавшись, сказал, что Господи. Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. До этого места. Братья и сестры, Корнилий муж благочестивый, боящийся Бога, со всем домом служащий Господу. И явился ангел Божий ему. И говорит, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так, вот, пригласи Петра, пусть Петр придет, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Если бы был гордый Корнилий, он бы сказал, ни за каким Петром я не пойду. Он бы мог прийти в любую церковь Корнилий и сказать, а ну-ка скажите, кто из вас видел ангела Божия? Ну, это очень редкость большая. А мне Господь явил милость, что я видел ангела Божия. Значит, все со мной в порядке, никакого Корнилия не надо идти искать. Вот, со мной Господь и близок он ко мне. Но Господь ему хотел указать путь спасения. И явилась великая милость, братья и сестры, в этом доме. Корнилий, когда ждал Петра, он бодрствовал, он молился, «Он созвал всех родочей своих в этот дом для того, чтобы они тоже порадовались вместе с ним. И четыре дня он был в посте». Представляете? Пока пришел Петр. И когда пришел Петр, вот, и началась там великая евангелизация в этом доме. «И Господь крестил Духом Святым всех находящихся там». Братья и сестры, Дух Святой не только нужно получить, а нужно заботиться о том, чтобы Он действовал в жизни нашей. Мы должны искать лица Божие. Как вот сегодня первый брат нам говорил, ищите лица Божие. Надо стучать, пока не будет отворено, братья и сестры. Для того, чтобы получать от Господа, нужно стоять на коленях и ожидать, когда Господь начнет свою работу в жизни нашей. Бывает, нужно ожидать полчаса, бывает, нужно ожидать 20 минут, но нужно ожидать, пока ты не получишь совет от Господа, пока не получишь именно направление, что тебе делать, как тебе поступить и что делать. И Дух Святой – это созидательная сила. Он хочет ходить в нас. Он хочет быть нашим Богом, и чтобы мы были Его народом. Он хочет действовать в жизни нашей. В Крыму в одном месте построили целую улицу домов для людей. И там были колодцы, но ни в одном из колодцев не было нормальной воды. Плохая вода, такая, что невозможно ею пить, ее пить, а только можно поливать. И вот один брат говорит жене своей, жена, сегодня идем к колодцу. Бери чашу, бери соли и идем к колодцу. И он прочитал место священописания, как это сделал Елисей, и по слову Господнему совершил это служение. Он взял, всыпал в чашу новую соли и высыпает в колодец. И говорит, отныне эта вода будет здоровой во имя Иисуса Христа. И берет, подтягивает ведро, берет железную кружку, дает, женке сам не пьет, а женке дает. Женка сразу же заулыбалась, говорит, ты знаешь, хорошая вода, слава Богу. Отныне всякий пьющий воду сию не будет неверующим, но будет верующим. И как начали люди идти туда, как начали люди идти туда, просить воды, и спрашивают, сколько соли надо сыпать. А он говорит, слушайте, не с этого надо начинать, надо читать Евангелие, надо искать Бога, а потом уже будете думать за соль. И Господь такую великую милость явил, братья и сестры. Там целая церковь организовалась, вот, из-за этого случая. Какой великий Господь, братья и сестры. Бог есть в нас живой, и Он хочет ходить в нас. Он желает этого, братья и сестры. Но Он желает, чтобы мы все помехи убрали с пути нашего. А как их убрать? Вы помните блудного сына, который ушел с дому и блуждал? Он думал, что он сможет хорошую себе жизнь приобрести. Блудный сын. Во время еще жизни отца решил взять имение и отправиться. Вот, долю, которая ему положена, и решил отправиться с дому для того, чтобы жить на широкую ногу, что все у него есть. Но пока деньги были, пока и много друзей было. Когда деньги, денег не стало, и друзья поразбежались. И пришлось ему пристать к одному человеку, который кормил свиней. И, находясь в этом положении, он пришел в себя. Пришел в себя и говорит, сколько наемников отца моего избыточицу хлебом, а я здесь, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, согрешил я против неба и пред тобою. И даже не достой называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников твоих. И он встал и пошел. Братья и сестры, мы можем думать, что это касается грешников, каких-то людей, которые сильно нагрешили и непримиренные с Богом. А вы знаете, что есть в семьях народа Божия дети, когда никогда не каялись и взрослые, когда никогда в жизни не совершали покаяния пред Господом. Но когда мы видим, что сын с таким сердцем шел к отцу, то что мы видим? Что отец побежал к нему навстречу. Отец побежал к нему навстречу. Это чудо какое, а? И он уже говорит отцу, что отец, я не достойно называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников твоих. А отец говорит, чтобы переменили одежды его, дали перстень на руку его. Этот был сын мертв, пропадал и нашелся. Он нашелся. Сын нашелся. Брат и сестра, если ты далеко ушел от Господа, есть возможность возвратиться. Как определить, что я далеко ушел от Господа? Не слышу голос Божий. Не ощущаю близости с Богом. Не ощущаю милости Господней. Господь не руководит в жизни моей, не наставляет и не вразумляет меня. Значит, я где-то сильно отошел от Господа. Далеко. Братья и сестры, есть возможность возвратиться. И Слово Божие говорит, что когда он был далеко, отец побежал к нему навстречу. И когда ты сделаешь шаг пред Господом, Господь навстречу к тебе пойдет и пошлет тебе великое утешение, брат и сестра. Это нужно делать, братья и сестры. Я помню, когда я хотел покаяться, я был молодым человеком, сидел сзади и держался за эти стулья. Я вот, ну, как-то сказать, как-то оно казалось, что очень трудно покаяться. Ну, враг не давал мне подняться. Никак вот не давал подняться. Я вот сидел там и выжидал, и думал, ну, как мне подняться, чтобы покаяться? Потому что груз был на мне. Я чувствовал этот груз на себе. И я понимал, что если я покаюсь, этот груз уйдет и легче станет. И вы знаете, я сидел и молился, Господи, дай мне покаяние. Дай мне покаяние. Ибо я знал, что если Господь даст покаяние, груз этот уйдет, и мне будет легко идти. Я буду слышать голос Божий. Я буду вблизи Господа. Я буду в общении с Ним. Потому что этот груз мне мешал сблизиться с Богом. И вы знаете, когда Господь мне дал возможность встать, я Его просил. И когда я вышел туда наперед, и когда я покаялся, весь груз упал с меня. Аллилуйя! Такая радость пришла. Я почувствовал близость с Господом. Братья и сестры, дорожите временем. Может быть, сегодня есть, именно к тебе Господь стучит, брат и сестра. Покайся и примирись с Господом. Потому что не знаешь своего часа. Не знаешь своего пути. Я помню, пришел на собрание. Один молодой человек выбежал туда наперед. Вот так вот. И встал тут на колени. Вот. И его спрашивают, что случилось? Братья и сестры, я хочу покаяться. Я не слушал родителей. И мою машину так занесло под трак, вот, и трак тянул между колесами. Занесло мою машину. И я там кричал, Господи, я все понял. И остановилась там машина, вот, и, в общем, я живой, и слава Богу. И он покаялся. Братья и сестры, давайте не будем ждать того времени, когда Господь будет стучаться и что-то делать в жизни нашей. Господь весьма милосерд и весьма любвеобилен, и Он хочет спасти каждого грешника. И если ты чувствуешь тягость в сердце твоем, и нет у тебя близости с Господом, покайся сегодня, брат и сестра. Начни идти к Господу, и ты увидишь, что это не было напрасно и не будет напрасно. Не будет напрасно твое решение, не будет напрасно. Ибо только тот человек, вот этот вот блудный сын, он когда сказал в сердце своем, встану, пойду к отцу моему, то никто этого не слышал, что он говорил. А кто слышал? Господь слышал. И если ты сегодня сидишь здесь в собрании, и Дух Святой говорит тебе, чтобы ты сделал какое-то решение правильное в жизни твоей, то сделай сегодня, потому что ты не знаешь своего часа. Не знаешь часа. Вы знаете, много молодых людей умирает. Я был на кладбище. У нас засеяно молодыми людьми кладбище умерших. Это беда. Когда пожилые умирают, это нет беды в этом. Но когда молодежь уходит от Господа, и совершается суд какой-то, Господень, над этими душами, это плач и рыдание родителям, и Церкви Божией. Брат и сестра, если ты чувствуешь, что ты далеко ушел от Господа, сегодня твой час. И сегодня Господь помилует тебя. И простит тебе, Господь, все грехи твои, которые ты сделал в жизни твоей. Сегодня Господь явит великую милость. Что надо? Только сказать в сердце своем, что я буду служить тебе, Господи. Я хочу покаяться. И Господь придет на помощь. Брат и сестра, немедленно обратиться к Господу. Слово Божье говорит, что немедленно обратиться к Господу. Немедленно. Несмотри ни на что. Иди на покаяние и примиряйся с Господом. И Господь будет на твоей стороне. Господь благословит тебя. Господь благословит все пути твои. Ты будешь послушен в доме, а если будешь послушен родителям, то благословение Божье, как река, придет в жизнь твою. Ты будешь успешен в работе. Будешь успешен в жизни своей. Когда будешь жениться или выходить замуж, родители могут благословить от всего сердца тебя. Как я слышал, что одни молодые люди, один молодой человек женился и сказали отцу помолиться за него. Отец вышел и говорит, «Господи, я не знаю, я не могу его благословить так, как должно, потому что он вымотал с родителей все, что мог. Он не слушался родителей, попирал их не наставление, поступал беззаконно в доме». Вот такое дело, братья и сестры. А сегодня, милость Божия, обновилась. Мы имеем дело с Духом Святым. Если Дух Святой тебя облечет, брат и сестра, иди на покаяние. И Господь поможет тебе и очистит сердце твое сегодня. И ты с новыми силами пойдешь пред Господом. И Господь благословит тебя и поможет тебе. Нашему Господу будет вовеки слава. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ему слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Помолимся.